Хаю-хай, с вами Иван Гай. Из предыдущих серий мы выяснили, что почти в каждой стране есть свой филиал с лунным прудом, где вы можете осуществить свою мечту. Предполагаю, что в России, Белоруссии, Казахстане, Украине и во всех странах СНГ есть подобный. Давай помечтаем, где в России может быть этот пруд? Я думаю, где-то на Байкале. Скроманально. Ну а где ещё? Ну, может быть, у Чёрного моря. Не знаю, в каком-нибудь сад Рыбинский, мне кажется, это было бы идеально. И он такой пруд, немножко смешанный с грязью, и ты из него вылазиваешь, и тебе тут тина вся. Реально. Именно это ограничивает... Именно это придаёт тебе силы. Перед бактериями закаляешься, иммунитет получаешь. Не, а в России типа зимние русалки, вот эти моржи, которые в прорубь рыдают, ныряют. Всё то же самое, только надо прорубить, нырнуть и успеть вынырнуть, пока опять не затянется. Реально, мне всё хуже, я хуже и хуже всё становлюсь. Всё передаётся мне. Это древнее заклятие. Какой Льюис хорошенький. Я не понимаю, почему новый персонаж, новый парень, всё время таскается, сука, без футболки. Он меня обидеть хочет. Льюис, Зейн, Эш, они все одетые были. Этот всё время... Блин, знаете, что... Он потому что... Я что, зря грудные прорабатываю? Что, зачем? Он пловец. Пловец. В одежде сложно плавать. Поэтому он всегда наготове. Поторопись, а то опоздаешь в первый день. Иду, пап. Какой-то он агрессивный стал. Ну, мы уже все голоса заменили. Да. Реально, насколько голос меняет персонаж. Мне кажется, или Льюис увернулся прежний голос. Как будто да. Давай внимательнее будем. Брат, я говорю, от голоса очень сильно поменялось. Отец раньше был... О, ну мы тут... О, 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 о. А сейчас он прям жёсткий батя. Криво опять боится воды. О, нет. Так, что ж тебе делать? Зубы ищисть. В жизни будешь бояться воды. Скажи это водяному щупать. Это возможно только в полнолунии. Это только ты с этим согласен. У нее очень сейчас свежее дыхание. Так, выбрось это из головы. Жизнь прекрасна. Мои выпускники. Потрясающее место. Класс. Время покажет. Как она быстро втесалась. Да. Просто моментально. Где-то сейчас сидит Шарлотта и плачет. Ее не приняли. Завидует. А, кстати, она в школе все еще Шарлотта или нет? Прикинь, все еще в школе. И она понимает, что Белла русалка. Потому что они вместе тусуются. И сидит она за столом аутсайдеров. Вот там вот подносики вот эти. Да, ну мне кажется, напарности какого-то нашла и мучает. Такие быстро переключаются. Похоже, ты не единственная новенькая. Да, и Уилл тоже. Как думаешь, он помнит лунный бассейн? Глаза бы мои его не видели. Идем я тебя провожу. Рад видеть знакомое лицо. О, это ты мне? Я кое-что помню про эту пещеру. Если мы уберем контекст. Что-то странное. Знаешь ли, мне это неинтересно. Так ты меня помнишь? Знаешь что, мне надо вернуться туда. Зачем? Ты заплыл туда, пускальзнулся, ударился головой и все. А вы что там делали? Мы любим открывать новое. В вечерних нарядах? Тебе просто повезло, что мы тебя нашли. А как там оказались? Да просто нашли другой вход. Ты мне его покажешь? Я туда не вернусь. Ну, хотя бы покажи, где он. Так я его даже не найду, если бы и хотела. Хочет туда поехать? Я не смогла его отговорить. Надо ехать с ним. А по-моему, наоборот. Нельзя его туда пускать. Рики, он видел, как на нас напала вода. Нам нужно узнать, что ему известно до полнолуния. И как же ты это сделаешь? Одна из нас отвлечет его. Пока другие будут все осматривать. Въехала. Как отвлекать? Если не хочешь, я с ним поеду. Ты была там сто раз, но ты была под водой. А ему нужен проводник. Но кто может запутать лучше, чем тот, кто не знает, куда идти? Уилл. 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 Уилл Тернер. Уилл Тернер. Он был такой детский, а сейчас, типа, что тебе надо? Ну, он был немножечко в незащищенном состоянии голый. И в этой пещере надо прекратить фантазировать. Это зачем? Возьми меня. Мне там очень нравится, и я хорошо знаю, он. Я, ну, Саша, прекрати. Сериал повраслел. Через подводный вход. Вовсе нет, нет. Там много скал, а я не очень хорошо плаваю. Мы зайдем через другой верхний вход. Саша. Могу в субботу часов в десять. Встретимся на пляже. Тогда, может, в девять? Идет. Все, пока. Ему не показалось подозрительным, что ты напросилась с ним? С чего бы? Ну, вы едва знакомы, и о своих планах он сказал только мне, и вдруг ты тоже об этом знаешь. Все нормально? Послушайте, мы же про него ничего не знаем. Вот именно. Может, все-таки поехать с тобой? Нет, спасибо, я справлюсь. Пока. Пока. Реально очень классный стал интерьер в кафешке. Да, мне больше нравится. Там было как-то деф-манск. На стульях. Сейчас сидеть в ракушках очень классно. И у них появился новый рост. Но нейминг меня до сих пор вымораживает. Ладно, хорошо, ребят, я, возможно, действительно в Рикис есть какой-то смысле. Там Рикки, кис, типа поцелуй Рикки. Но, блин, ребят, поцелуй Рикки. Вот ты идешь, неоновая вывеска. Нет, он не в поцелуй Рикки, там просто Риккис. То есть принадлежит Рикки. Вот это, апостроф С. Да? Да. Это принадлежность? Это не игра слов? Да, нет. Не думаю. Это просто кафе Рикки. Я просто... Мы с тобой закончили тогда, и я такой, Риккис, возможно, это поцелуй, это, типа, бордель. Нет. Для школьников. Думаешь, у нее получится? Конечно. Почему нет? А я что-то дергаюсь. Я понимаю, что это глупо, но мне как-то не по себе. Я была бы благодарна тебе за помощь, раз уж ты не веришь тому, что видел Уилл. Не думаю, что на Мака могут быть сюрпризы. Зато появился Мак. Реально. Но он до этого сидел на Маке, только раньше были пластмассовые. Только это ноутбук уже. Да и то, и то ноутбук Рубин. Просто это новые пошли. А, я думала, ты про братья, которые были в кафе. И в кафе были Маки. А, которые, как у Шарлотты, одинаковые белые. Да, у них Маки были, только старенькие, они пластмассовые. А это какой? А этот уже металлический. Это уже Эрли, кажется, сейчас я не помню, какой это был. Эр? Нет, нет, Эрли, кажется, он назывался. Эрли? Типа, да. Ранний? Да, 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 да. Я учитель лица английского. Вот чем ты занят? Занят разговором с тобой. Одно другому не мешает. Ах, Клео. Клео, я понимаю, все это неизвестно тебя пугает. Неужели? Нет, Льюис, ты не представляешь, насколько пугает. На нас же... Заметьте, Льюис делал выводы, он больше вообще не помогает Клео. Ну, типа, она сейчас просит его по помощи, а он там своими рыболовными штучками занимается. Он такой, я больше никогда не буду ей помогать, иначе мы расстанемся. Прикольно, мы замечаем, что все-таки персонаж растет. Конечно. Ведь мы все это надумали. Вода напала! Но вы сумели отбиться? Слушай, лунный бассейн, это наше место. Поверь, там было безопасно. Но тогда было полнолуние, и не факт, что это может повториться. Обратное тоже не факт. Ну, так мы все выясним. Тогда. А... Что, будем ждать, когда нападут еще раз? Там что-то изменилось, и я хочу знать, что. Дуточка вернулась. У тебя нет лодки? Нет, друзья привозят. Ух, а ты серьезно настроен? Да, хочу знать, что со мной произошло. Спасибо, что поехал. И что взял в этих двух любых заказах? Яблочки. Спальный мешок, палатку, котелочек, кастрюлечки. Дрова. И сосиски. Ну и яблочки, да. Давай, помогу нести. Спасибо. Не тяжело? Нет, нет. Сюда. Чего это она ему помогает? Равноправие. И что? Сериал прогрессивный. Ты ведь не одобряла этой идеи. Да, но я беспокоюсь об этом. И правильно делаешь? Они пошли в другую сторону? В этом действительно... Реально, может, выл маньяк. Он ее заманил на остров. Мало ли что может случиться. Реально. Это опасно. Вот как вы девушки ходите с такими мужчинами? Вообще. Реально. Блин. Я опыты свои вспомнила просто. Какие опыты? Хождение на свидание с Тиндера. Да ладно, блин. Я видел, с кем ты ходила на Тиндер. Там вообще сидят кексики такие. Да, может, потому что, блин, я кексиков лайкала. Ну, типа, вот это как называется? Свайпала. Помнишь, когда я однажды пошла в Кусково среди ночи, я тебе рассказывала? Да. Ну вот, я среди ночи, поэтому в Кусково хожу одна. Вы так найти друг друга не могли? Да мы нашли друг друга, но это типа лес. И ночь. Ну, не ночь, вечер. Типа вот прям на этих тропинках, на парке, между тропинок, он договорит, то есть, еще раз. Нет, мы договорились. Типа, ты говоришь, давай, а он говорит, встретимся в Кусково. И ты такая, о, о, какие могут быть проблемы, ведь это романтично. Откуда я сжала где-то? Я первый раз туда пошла. Гугл-карты, ты такая, вокруг леса, пять километров туда лес. Я посмотрела, думаю, здание, все, иду к зданию. К дворцу, к этому? Да. Он не оказался, если бы нормальным челом, то мы бы сейчас не снимали реакции. Мы бы снимали другие реакции. Может быть, не мы, а ты один. Что они пытаются... О, попугай. Попугай. Вот, видишь, нам теперь еще и флору и фауну показывают. А ты говорила. Богомол. Крокодил. Все это время эти все животные были на острове Мака, и нам только паука показали одного. Угу. Я ни одного кенгуру не увидел. Вишь, как бюджет вырос. Ни одного кенгуру. Ни одного. Саш. Что? Все равно, что чел приедет в Россию, скажет, я ни одного медведя не увидел. Пьяного. Я не видел. С балалайкой. Я правда не видел ни одного медведя в свою жизнь. Ну вот. Я очень хочу. Это ты, медведь. Каждый русский мужчина-медведь. Как в «Защитниках». А я этот чел с камнями. Он же тоже из Армении. Давай защитники пересмемли. Давайте реакцию на защитников. Блин. Там, наверное, автурские права. Но можно с Аликом Андреасяном договориться. Он тоже армянин. О, паук. Тот самый. Жалко, предыдущий паук больше не снимается. А мы правильно идем? Да. Это где-то там. Тут скорее Белла-маньяк. Подожди. Они что, хотят его убить? Ведь другого входа нет. Откуда они его ведут? Ну а что, Шарлотты нет. Дэнман нет. Контрабандистов нет. Рики... Ой, точнее, Эммы нет. И ее родителей. И Эллиота, получается, тоже? Я скучаю по Эллиоте. Да, он классно парит. После вас. Нет, ты первый. Мне надо снять кеды. Боишься замочить ножки? Не люблю мокрую обувь. Еще не разулась? Надо было единиться. Что? А разве за углом есть туалет? Да, ты иди вперед, а я догоню тебя. Не гляди. Кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе. А, дурец. И девочки такие из кустов. Вау. Подождите, Эмма. Так, это получается, можно пользоваться силами, чтобы не соприкасаться с водой. Так она у него подбольшой, она с 9 лет русалка, она уже прохаванная. Да, Вит, там я не знаю, как... Ну, ладно, хорошо. Просто у наших девочек реально какое-то отклонение. У меня просто вопрос. Если она, допустим, из воды превратилась в желешку или в лед и коснулась до него, это не считается водой? Считается, но она же в обуви по нему ходит. Ну ладно. А че она такая твердая? Она, видимо, плотность умеет контролировать. И Уилл так и возвращается. Пописала? Ладно, мы ее переоценили. Ну вот я, допустим, парень. Она вышла сухой из воды, в смысле, мокрой, в смысле, не русалкой. А ну, включи. Что? Все, ссорая, ссорая. Белла! Белла! Белла, ты меня слышишь? Она писает. Да с такими звуками, булькающими падает. Она не только писает. Ну, блин, реально, вот ты слышишь, что человек, ну, что-то большое упало в воду. Белла, нормально все, Белла. Белла! Ну, не знаю, ладно, нормально, все нормально. Блин, а там же еще не глубоко. Ну да. Ну, какие у нее волосы красивые. Я возвращаюсь. Слышишь? Слышишь? Чайная роза. Это чайная роза, куст чайной розы. Я вспомнила песню. Какой? Киркоровый, Маша Разбутин. Зачем ты это делала? Я не смогла остановиться. Белла! Ты меня слышишь? Белла! Белла, все хорошо? И парик ее высушит? Белла! Белла! Белла, ты где ты? Что ты тут делаешь? Видимо, спасаю твой хвост. Белла! Белла! Ты мне не доверяешь? Осторожней. Да, отлично. Белла! А вот этот огромный клуб пара. Он быстро развеется. Ну да. Блин, если он еще раз скажет Белла, я его ударю. Белла! Эй! И ты здесь. Я пригласила. Зачем? Здесь много паучков. Она мне обещала показать. Где тебя носила? Я немного промокла, сушилась. А почему не откликалась? А ты меня звал? Извини, я была в джунглях. Не, ну ладно, он все понимает. Он такой, ну да, 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 да. То есть до этого реально вода волшебная, падающие штуки. Сейчас Рики пришла за паучками, ну да, ну да. Кайф, он же еще промок. А там как раз дрова и яблочки. Сейчас вытащим. Кто-нибудь объясните мне, как работает эта пещера чудес. Они заходили с разных сторон в эту пещеру. Точно есть какой-то запасной выход. Когда Дэнман и отец Зайна тоже, они все время... Старик этот. Да, они выходят с другого угла. И всегда они падают почему-то. Я не понимаю, почему бы не зайти и сделать уже нормальный вход. А может его и нет. Непонятно. А, Саш, вот он, смотри, то есть это один и тот же вход. Они сначала падают в эту дырочку, потом обходят и заходят с этой стороны. А выходят они как? Вплавь. Типа выход только вплавь. Супер, а Льюис как выходит? Вплавь. Я не знаю. Пятьдесят метров под водой. Почему тут нет нормального входа? Ну, девочки же в первый раз, когда не были русалками, поплыли. А как тебе это? Порожки? В водопадной сне. А зачем ты поплыл в эту пещеру ночью? Я гонялся на рифе за рыбами. Тебе нравятся рыбы? Их я понимаю лучше, чем людей. Значит, и я понравлюсь. Но они будут встречаться однозначно. Они очень ментально схожи. Они как будто... Нет? Хорошо, я не против. Ты так не считаешь? Я знаю правду. Ты считаешь, что... А, ладно. Но ведь нырять в пещеру очень опасно. Ну, для меня. Я умею надолго задерживать дыхание. Круто. Да. Я всегда осторожен в том месте, где ныряю. Ну, мало ли с чем можно столкнуться. Вот, и я и увидел нечто странное. По воде пошла какая-то дрожь. Дрожь? Я же не псих? Нет. Надеюсь. Тереха. Хотя ходить в школу могут только... Сзади несет. Ты в порядке? Да. Я тоже первый год в этой школе. Привыкать всегда трудно. Не знаю. Я вообще первый раз в школе. Да брось. Честно? Да, я в школе. Учился всего неделю. Ты шутишь? Прикольно. Он на домашнем обучении сидел. Или просто не ходил. Да. Это объясняет то, что когда ему задают прямой вопрос, он отвечает. Я умею. Я всю жизнь учился дома. Как же так вышло? Все-таки учился. Мои родители всегда жили на Явте. И мы никогда долго не стояли на одном месте. Забавно. А мой отец занимается отелями. И мы мотались по всему миру. Так что я тоже школу 100 сменила. И как я-то не успевала заводить друзей. Да. У нас столько общего. Давайте, соситесь уже. Все впереди. Да нет, вы скоро опять переедете. Да, реально. Они должны были к другим выводам прийти. Не будем привязываться. Да, мы все равно скоро отсюда уедем. Давай, все, по-быстренькому. Как там, что там, какой ход. И пошли. Это безопасно? Ну, пещеру он затопит. Какое платье? Его тут не было. Очень красиво. На вулканических островах всегда идут подвижки. Какие подвижки? Просто наверху образовалось отверстие, в которое стекает вода. О, смотри. Ой. Вот обычная пресная вода. Льюис? Льюис? Льюис, что случилось? Льюис, что с тобой? Льюис! Мне нравится реакция. Я убираю! А, ну теперь ясно. Все понятно. Это многое прояснило. Извини. Кристалли. Ты что, шуток не понимаешь? По делам. Не смешно? Льна очень игривая стала. Наконец-то Клио стала похожа на себя. Ну, точнее, актриса выросла и стала похожа на ту, какая она сейчас. Да, ты мне фотки показывала, когда она взрослая. Да, она типа... Сейчас очень похожа на эту девушку. Да, а до этого она была ребенком чуть-чуть, а сейчас она прям Фиби Тонкин. Реально, вспоминаешь первый сезон. Вот эти волосики куча явные. Челочка эта. Мы правильно идем? Кажется, да. Мне не нравится Уилл. Вот он реально никакой. Так и была никакая. Почему? Блин, задолбали, растягивают хронометраж, ну... Просто ходят. Десять минут из всего сериала. Нормально, нормально. Я был в школе. Да, рюкзачок классный. По-моему, мы сейчас с другой стороны кратера. Верно. Ход в пещеру должен быть где-то здесь. Правда? Ну да. А как он выглядит? А как Рикки допустила? Она же такая бунтарка. А разве Белла... Какой вообще был я сбилась? Белла изначально должна была его же по ложному следу пустить. Я тоже, честно говоря, запутался. По ложному следу пустили нас. Нечто вроде дыры в земле. Было темно, когда мы ее нашли. Они реально привели их сюда. А если бы Клио сейчас еще не высохла, а была русалкой? Да, запей. Нет. Запей. Нет, не буду. Запей. Тебе знакомы эти места? Белла? Так, а... Опять потерялась? Я в неду! Да что происходит хоть? Я ничего не понимаю. Я ничего не понимаю вообще. Типа, они же должны были отвезти его наоборот от этой дырки. А в итоге привели. И как будто бы не случайно. Теория, теория, что эта магическая дырка влечет всех, потому что остров большой, они пытаются его увезти от этого входа, в итоге сама проваливается туда. И Рики ничего не говорит, она не уводит след, она также идет к этой дырке. Я... Ладно. Ты целая? Да. Что там внизу? Слишком сильно. Что? Какой-то пространство. Это вход. Отлично. Мы тебя вытащим, не бойся. Нет, я спускаюсь. Ты не ушиблась. Теперь идет Уилл. Спасибо. Умница. Берегись! Спасибо, что помогли мне спуститься. Ладно, Рики идет этот голову. Это бассейн. Он где-то здесь. Да, верно. Это же просто потрясающе. Уилл, будь осторожен. Привет. Клевый мне рассказал об этой пещере, и я захотел посмотреть, что тут и как. Думаю, это обычный старый вулканический кратер. Да? Точно. Сформировался где-то сто миллионов лет назад. О, это титановый молоток. Суперская вещь. Этого здесь не было. Но на меня на пол точно не ум. Надо выяснить, что он помнит. Есть. Уилл. Уилл, отлично. Здесь все так же? Не знаю. Я в этом не уверен. Но ты что-то помнишь? Я бросил только один взгляд. Тут всего какая-то пара струй. Да, но тогда он заполнял все пространство. Едва ли. Все это серия, они либо ходят куда-то, идут, либо показывают кадры из прошлой серии. Блин. Мне не нравится, что они растягивают хронометраж. Зачем? Сколько здесь серии? Опять 400. 26, наверное. Тоже 26. Я не помню. Он казался живым. Из него вылетали с куски воды. Взгустки? Они разлетались во всех направлениях. Это как детская страшилка. А потом в бассейне возникло нечто. Т-1000. Т-1000 это терминатор. Жидкий терминатор. Все сошлось. Это терминатор, которого заслали в прошлое для того, чтобы кого-то убить. И мне захотелось прикоснуться. И я начал трогать. Ну и скучнейшая серия. Я трогал. Что такое? Не знаю. До меня дошло. Ты ударился головой, и тебе все это привиделось. Рики, не надо. Это была галлюцинация. Я не сумасшедший. Покажи мне хоть что-то из того, что ты здесь видел. Рики. Все это просто глупости. Мы тоже тут были. Забыл? Мы тут были, и мы ничего не видели. Давай же. Покажи, хватит. Я, я не знаю, я... Я на воздух. Вот как он уйдет? Вот я не понимаю, как он уходит? Ведь там столько дырка сверху. Он что, будет так взбираться? Как он выйдет, если только не вплавь? Не только он, все так выходят. Не знаю. Не, ну девочки-то могут уплыть. Тебе... Человека загозлайте, а тебе вот как он будет взбираться? Как он будет обратно восстанавливать свое душевное равновесие? Об этом ты подумала? Мне не нравится, мне все равно. А чему тебе не нравится? Ничем. У меня нет негатива к нему, просто не нравится. Мне абсолютно все равно. Довольно? С этим надо было покончить. Девчонки. Ну так резко... Как вовремя он ушел. Эй, осторожно! Мне это не нравится. Постой! Я волновалась. Я кретин. Притащился в поисках какой-то мистики. Балва. Да брось ты. Неужели это галлюцинация? Дело в том, что... Я русалка. Когда мы тебя там нашли, ты был без сознания и нес какую-то бессмыслицу. Прикольно. А у нее тоже кулончик. У всех русалочки есть кулончик. Наверное, у нее тоже какая-то есть подвязочка. А что, если это она виновата во всем? Она же из Норвегии, а там... Из Ирландии. Из Ирландии. Но вообще-то она может быть и из Норвегии. Они же путешествовали. Да. А окунулась она... В Ирландии она просто превратилась. Вот именно. Какая разница? Хватит мне докалеваться. Я говорю, что, скорее всего, она каким-то образом повлияла на эти могущественные силы. Пробудила их своим кулончиком. Своим переходом. Расшатала шаткое равновесие. Баланс. Ты сильно ударился. Прости, что притащил сюда. Толку-то нет. Не извиняйся. Было классно. Честно? Отвезти тебя обратно. Да меня там друзья ждут. Но обещаю больше в дыре не падать. Ладно. До скорой. Да ладно, она миленькая. Кто миленькая? Белла. Мне нравится Белла пока что. Пока что, да. Белла, можешь остаться. Как долго он плыть будет? Семь лет до нас. Реально, очень долго все в этой серии. Что происходит, Льюис? Я не понимаю. Простите за сомнение. Я ошибался. Не лезь. Я осторожно. Встань здесь. Уилл не вернется. И хорошо. Белла, подойди. Что происходит? Оно возникает, когда рядом мы трое. Имеет отношение к щупальцу. Да, точно. У вас какие-то силы. Подожди, они же были в первой серии по раздельности, когда она на них напала. Да, да. И она напала только на двоих. На Белла она не нападала. Нас предупреждали, что сериал будет аллогичным. Держитесь отсюда подальше. Нет. Это наше место. И никакая водяная штуковина нас отсюда не выгонит. А что если это место водяной штуковины, и вы здесь лишние. И она всеми силами говорит, пошли вон из моей лагоны. Они больше года там тусовались, и никто не был против. Вода не возникала. И сейчас вода вернулась такая с чемоданами после отпуска из Тихого океана. Из Тихого океана. Там очень хорошо отдыхается. Смотрит и всё. А это, по-твоему, какой океан? Ой, блин. Это не такой Тихий океан. Саша, это может быть не только Тихий океан. Какие океаны ещё омывают берега Австралии? Так, сейчас, подожди. Я точно скажу, с какой стороны. Мой звёздный час. Область, в которой Саша не разбирается, а я да. Я не разбираюсь в океанах абсолютно. Я всю жизнь ходил по суше. Сколько их? А она, чёртова ведьма, плава. Сколько их? Ну, пять. Сейчас их пять. Перечислил. Тихий, Атлантический, Индийский, Грузинский. Извините, ребятушки. Но мы ничего с этим поделать не можем. Какая-то скучная. Не динамичная. Обсуждать здесь нечего. Просто ходили три часа по острову Мака, загозлайтили парня и отпустили его домой. И более того, он насколько милый. Он такой, я кретин. Льюис никогда свои ошибки не признавал. Ну, как бы был такой момент. Он такой, забыли. Мы, да, кто не ошибается. Всё нормально. Этот такой, нормальный. Ну, как мне нравится, конечно, новая девочка-русалочка. Очень хорошая замена. Я чувствую, в конце каждой серии будет эта фраза про новую девочку-русалочку. Она правда мне очень понравилась. Очень красивая девушка.